В общем и целом, Мариупольский гарнизон чудовищно, не чудовищно, неправильно сказал, огромная, одна из самых весомых таких легенд киевской хунты о несгибаемости украинских бойцов, она оказалась тем, чем всегда оказывается, котлом, ну и позорной задачей в плен. Как бы ее ни называли в иностранных СМИ, они, кстати, продолжают упорствовать, называя это эвакуацией, но сейчас уже пишут, что внезапно почему-то бойцы оказались в СИЗО, как же так, ожидалось, что они в Киеве окажутся, ну да ладно. Мне говорят, что у нас есть первый гость, это Андрей Ваджа, я не знаю, надо ли его представлять, я думаю, большинство его знает, это автор множества книг. Добрый день, Андрей, я пока читаю ваши книги, чтобы люди знали, что искать. Украина, которая не была, распад, самоубийство Украины. То есть это человек, который предсказывал происходящее еще 15 и более лет назад. Так что ситуация разбирается более чем. Андрей, ну вы видите, что происходит, мы все это знаем, какое ваше видение, что вы можете отметить, самые какие-то важные моменты в происходящем? Что-то совпало, что-то не совпало с вашими, скажем так, прогнозами. Вырисовываются ли уже контуры победы, там, локальный только Мариуполь, либо глобальный над Украиной? То есть вот ваш взгляд на все это? Ну если начинать с Мариуполя, о котором вы говорили, то лично меня в этой ситуации, которая сейчас там сложилась, поразило количество незламных героев, которые сидят по подвалу. Если честно, я думал, что там их осталось, ну хрен да ни хрена. Ну думаю, ну там человек 300, ну 400 там где-то, ну 500 где-то там попрятались по щелям, потому что боятся, что убьют. Вот и сидят там тихо, спокойно. А уже, а сейчас мы видим, что они прям идут и идут, идут и идут, бескончаемой чередой. То есть уже около 2000 вышло. Это меня несколько озадачило даже. Почему озадачило? Потому что, ну это очень серьезно, даже вот эти вот сидельцы по подвалам, Азовстали, если вот количество набрать, то это серьезная сила. Уже как минимум 2000 бойцов. Причем бойцов, они считаются элитными бойцами. Там на ДАЦБАТ вот это вот, эти Азовцы, там ВСУшники, это там все элитное, все максимально подготовленное было собрано. А на самом деле, получается, мы с удивлением обнаружили, что наступающие подразделения ДНР и российской армии по количеству уступали обороняющимся. Вот это меня очень сильно впечатлило и даже несколько озадачило. То есть если в Азове элитные подразделения Украины себя так ведут, то что тогда говорить о неэлитных, в которых понапихивали тех, кого похватали на улицах и мобилизовали. Вот что у меня как бы... А с другой стороны, смотрите, да, украинская пропаганда подает все происходящее в Мариуполе, как что-то такое вот из ряда вон выходящее. Но чуть ли не с Брестской крепостью сравнивают. Слушайте, ну допустим, предположим, да, какая-то группировка попала в плен. Точнее не в плен, а в окружение. Это она сейчас в плен попала. А до этого оказалась в окружении. Но если они такие вот истинные арийцы, если они вот такие вот фанатики украинства, патриоты, на которых просто ну негде клеймо ставить, настолько они все патриотичные, сведомие, готовые умереть за Украину. Почему вот эта вот офигительная толпа народа, которая там пряталась по подвалам, не пошла на прорыв? Ну вот, да, я понимаю, что они там все сидели и решали. По большому счету, ну вы же, у вас же сознание, как оно структурировано. Вы патриоты, вы крайней степени патриоты. Патриотичнее вот этих азовцев, которые там по подвалам, ну, наверное, больше уже и нету на Украине. И они предпочли вот этой вот толпой сидеть в подвалах, а потом сдаться, вместо того, чтобы взять и вот как бешабасно ринуться на прорыв, понимая, что для многих этот прорыв закончится печально, но это же будет героическая смерть, правильно? Это будет смерть во имя Украины. Это вот патриоты покажут всему народу украинскому, что вот смотрите, как надо. Мы вас, вот мы вас эталон. А эталон-то оказался, понимаете, они предпочли все-таки сдаться в плен оркам, да? Вот анекдот, анекдот невольно вспомнился сразу. Вы любите Родину? Да. А вы готовы за нее умереть? Нет, а кто же тогда будет любить Родину? Вот это целиком полностью прополтно. Совершенно верно. Вы совершенно верно сказали, да? Мы же видим по большому счету один гигантский фейк под названием Украина. И ее просто, ну как бы там гиперпатриоты в виде того же Азова, да? Ну куда уж уже более-то. И эти гиперпатриоты такой же фейк, как и вся Украина. Вот это, в данном случае, вот это меня не удивило, потому что я об этом писал еще задолго до госпереворота 2014 года. Я говорил о том, что украинский национализм такая же туфта, лажа и фальшивка, как и вся Украина в целом. Что люди просто себе зарабатывают на жизнь таким образом. Что это фальш-панель. Многие мне не верили. Украинские националисты, украинские нацисты, украинские патриоты, они хороши. Когда не надо отвечать за свои слова, и когда не надо расплачиваться за свои действия. Когда перед тобой безоружные люди, тогда украинские патриоты супер. Самые смелые, самые непримиримые. Вот взять толпой. Вы обратите внимание, это же еще когда начиналось. Украинские националисты как боролись с врагом? Человек 20 нападало на одного. И дружно его пинало. Или там куда-нибудь тащило. Или издевалось. То есть, вот когда их много, когда их 20-30 человек, а там 1-2, вот тогда они герои. А когда надо, в принципе, рисковать. Когда есть вероятность того, что тебя отправят к Бандере. Все, все проходит мгновенно. Мгновенно все проходит. Вот Мариуполь, это как раз, это позор. Это вот позор всего вот этого Владивиля. С другой стороны, необходимо понимать одну очень важную вещь относительно тех военных действий, которые сейчас идут на Украине. Я имею в виду позицию Киева, позицию украинских властей. Для них война вторична. Для них первична картинка. Они как ушли в пропаганду в 1991 году. И они из этой пропаганды не вышли. Они находятся до сих пор в виртуальной реальности. И они ради вот этой вот виртуальной реальности, ради картинки, они приносят в жертву реальную действительность. Вот Азов, да, который сейчас сдается в Мариуполе, это как раз элемент того, когда вот сталкивается виртуальная реальность с реальной действительностью, да, вот летят брызги. И вот то, что сейчас в Мариуполе происходит, это как раз вот одна из этих капелек, которая отлетела вот при столкновении объективной реальности с виртуальной реальностью. Они это приносят в жертву, все, от людей, да, страну, все. Вот Зеленский, в общем-то, и мыслит, собственно говоря, образами и картинками. Он же, он кто? Он лицедей, да, он паяц. Он, его призвание развлекать публикой, он сейчас ее развлекает. Просто публика сейчас там вся находится, на Западе, в Европе и в США. И ради этого вот это вот все приносится в жертву. Пока Азов имитировал там, значит, героизм в подвалах Азов-Стали, в это время в другом конце страны, на Западе, колоннами идут грузовики и фуры. Идут, идут, вывозится все. Вот все, что можно вывезти, все вывозится. Продовольствие, прежде всего, вывозится, зерно вывозится. То есть страна обрекается, по сути, она обрекается на голод. То есть я понимаю логику, да, европейцев и американцев. Они прекрасно в курсе того, что вот, ну, не удержат они ничего на Украине. Что Украина окажется под нашим контролем, да, Россией. И они понимают, что, в принципе, Россия будет кормить вот все вот это вот население, которое там останется. Поэтому и идет грабеж. И, понятное дело, что нынешний режим украинский, он в этих схемах задействован, он от этого имеет определенный процент. И, в принципе, Зеленскому и компанию очень хорошо. Но тут же проблема-то в чем? Проблема в том, что когда все вот это вот начнет схлапываться, а это ближе вот к осени, вот, и тогда-то, собственно говоря, возникнут проблемы с продовольствием. Ведь урожая же не будет. Вот на подконтрольных Киеву сейчас территориях урожая не будет, продовольствия не будет. И это все начнут проявлять. Это вот как, знаете, вот была горючка, была, была, была вам хлоп, и многочасовые, многокилометровые очередя, и ты хрен купишь что-нибудь. Вот сейчас, вот сейчас, по сути, все идет, двигается к тому, что ситуация повторится с продовольствием. Но им же плевать. Зеленскому плевать. Вот иногда вот смотришь вот эти видосы с передовой, когда украинские военные начинают там в истерике биться, кричать, что вот у нас ни оружия, ни обмундирования, ни боеприпасов, ничего нету. Пан Зеленский, пан президент, помогите нам, обратите. Они, дурачки, до сих пор не понимают, что их просто бросили в мясорубку, и они никого не интересуют. Они расходный материал. И даже вот эти вот азовцы, элита, да, ихняя, это тоже расходный материал. Они никому не нужны, они никого не интересуют. От слова совсем никого не интересуют. И народ в целом тоже. Вот эти вот чумазые, небритые, грязные, вонючие мужики, которых позагоняли на бойню, они же даже не понимают, что происходит. Мы не берем сейчас, допустим, нацистов идейных. Мы берем просто вот эту вот массу, которую туда загнали. Они же не понимают, что происходит, вообще не понимают. И они никому не нужны. Они брошены в мясорубку ради красивой картинки, ради того, чтобы Зеленский успел заработать бабла побольше. Вот ради чего, собственно говоря, все происходит. Меня поражает вот прежде всего непонимание простых вещей. Я периодически общаюсь с людьми, которые там остались. И я не могу сказать, что они глупые. Ну не глупые они, ну там не семь пядей во лбу, но идиотами их тоже не назовешь. Я одному своему знакомому показываю, значит, картинку там пленного Азовца, который рассказывает о том, как они издевались, убивали там, и как это у них там закрытые, я так понимаю, группы в Телеграме, где они видосами и теми обмениваются, удовольствие получают. Он мне что отвечает? Настало время охренительных историй. Он мне не верит. Он считает, что это российская пропаганда. Я ему говорю, слушай, давай я тебе накидаю еще десяток видосиков о том, как жертвы вот этих вот чуваков рассказывают о том, что они с ними делают. Заткнулся, молчит, переваривает. То есть их так совокупили, так изнасиловали в мозг, что связь с реальностью полностью потеряна, утрачена. Мне пишет знакомая, у которой, значит, родственники в Киеве, да, и она там сидит. Они ей рассказывают, что на самом деле происходит. У них в головах какая картинка. Они побеждают в Санкт-Петербурге, с их точки зрения, голод уже. Понимаете? От Харькова отброшены российские войска на 100 километров, на северо-восток. То есть это где-то, я так понимаю, 30 километров уже восточнее Белгорода. Маршевые колонны идут у украинских войск. Понимаете? То есть они уже готовятся Кубань освобождать. Вот это в головах, вот эта вот картинка там, в Киеве. И это люди абсолютно, ну, я не могу сказать, что глупые. А представьте, какая картинка у людей, которые там из каких-то глухих сел, прикарпатских аулов. А потом происходит столкновение с реальностью. Это будет страшно, для них будет страшно. Если говорить, допустим, да, о том, что нам необходимо в этой ситуации, как, на мой взгляд, выглядит победа. На мой взгляд, победа будет только в том случае, и все жертвы, которые сейчас принесены, еще будут принесены во имя нее. Только в том случае, если Украина перестанет существовать. В любой форме. Вот когда все закончится, Украина исчезнет. И тогда я могу четко сказать, что действительно, да, вот это победа. Просто я периодически слышу стоны из хлипы. Что, мол, ну как же так, мы же не будем обижать Украину, украинцев. Ну мы их просто освободим, а потом будет там уже на той территории, будет какая-то некая правильная Украина. Друзья мои, если бы я не занимался 15 лет украинской проблематикой, я бы, наверное, с вами согласился. Но, понимая проблему украинскую, я могу вам сказать, что если мы это повторим, то это, по сути, будет бессмысленным. Вот все жертвы, которые сейчас приносятся и будут еще принесены, они станут абсолютно бессмысленными. В чем проблема? Проблема в том, что Украина создавалась не нами и не народом, который живет на украинской территории. Сама идея Украины была придумана поляками в конце 18 века. И потом, по сути, вот эти вот польские идеи развивали австрийцы и германцы. То есть сама идея незалежной Украины и существующая Украина, да, в реальности, эта идея вражеская, она не наша. И она создавалась только с одной целью, чтобы оттяпать у нас западные территории русские. Все, там других целей, там нету. Это просто внешнеполитическая концепция такая западная, которая развивается уже в два столетия, по сути. И если мы эту концепцию полностью не срубим, не откажемся от нее, это будет наше поражение, независимо от того, как закончатся боевые действия. Если смотреть с точки зрения украинского населения сейчас, нынешнего, да, у меня вопрос, ну, друзья мои, ну хорошо, там Россия плохая, война, там то все. Ну вы обратили внимание, что за годы, за десятилетия незалежности одна из самых цветущих республик СССР, да, которая, по сути, была под управлением Москвы, превратилась в самое нищее государство Европы. Это еще до всего того, что мы сейчас наблюдаем. То есть страна разграблена, разрушена, население изнасиловано во всех смыслах, включая мозг. То есть за что? То есть что мы собираемся сохранять? У меня просто вопрос чисто к нынешним украинским гражданам. Вам что надо? Вам шашечки нужны или ехать? Люди объединяются в общество и государство для того, чтобы их жизнь была лучше. С целью там благосостояния, комфорта, безопасности. Вам проект Украина ничего не дал. Он только забирает. Сейчас последняя фаза. Он забирает ваши жизни. Он забрал у вас материальное, моральное. Все забрал. Прошлое забрал ваше. Ваши ценности. Все буквально. Вот сейчас он забирает ваши жизни. И когда кто-то открывает рот и начинает говорить о том, что давайте вот мы сейчас положим на рот, а потом восстановим Украину какую-то там правильно. Ребята, если будет вот эта вот украинская оболочка сохранена, рано или поздно она опять наполнится дерьмом. Вспомните, с чего начиналось? С Кравчука, партийный функционер. С чем закончилось? У них нету другой идеологии, кроме украинского нацизма, национализма. Просто вот эта вот концепция у них развилась сейчас до предела, до высшего своего проявления. Если вот украинский национализм изъять из проекта Украина, вот представьте себе на секунду, что мы полностью всю идеологию украинского национализма вынимаем из проекта. Он автоматически на следующий день превращается в Россию. Вся вот эта территория мгновенно становится Россией, а население русскими. Мгновенно. Вот только выньте вот этот вот национализм. Значит, если вы оставите оболочку Украины, а у них другой идеологии нет, то это значит, что они рано или поздно эту идеологию опять поднимут на уровень нацизма, интегрального национализма, если говорить их языком. Поэтому я еще раз повторю свою простую мысль, и на мой взгляд она сейчас наиболее важная. Проект Украина должен быть закрыт. Вот вы упомянули мои книги, первая моя книга, первый том, называется «Распад». Тысяча страниц, которые я писал в 10 лет. Последнюю точку я поставил в книге в 2015 году, за несколько недель до того, как я уехал с Украины. И в этой книге еще тогда я, в принципе, писал о том, что проект Украина должен быть закрыт в любой форме. То есть сама территория должна быть разрезана на несколько частей, я уже не буду в подробности вдаваться. То есть Украина должна перестать быть. То есть должна быть какая-то там некая совокупность каких-то народных республик. А уже потом с этим что-то надо будет делать. Потому что все хотят кушать, и рано или поздно все захотят в Россию. Но Украины не должно быть. Украинизация, опять я еще раз повторю, что такое украинизация? Это этноцид русского народа. Когда берется русский народ, и его пытаются переделать в нерусский народ. Заметьте, 30 лет, 30 лет вот этого вот этноцида, что на выходе они получили. Они не смогли переломить ситуацию. Большинство как оставалось русскими, так и остается. 80 процентов. Как игнорировало украинский язык, так и игнорируют. Да, это не получишь пьемыны социологическими опросами. Но если берешь статистику из интернета, да, вот просто интернет-пользователей, какие языки они предпочитают? 80 процентов украинских граждан предпочитают русский. ГЭЛОП в начале незалежности, американская социологическая компания ГЭЛОП проводила исследования. Опять-таки вопрос не был напрямую, кем вы себя считаете, как у вас язык родной. Просто дали две анкеты. Одинаковые анкеты, только на разных языках. На русском и на украинском. Американцы ведь хитрые, им нужно было реальный фактаж получить. И человек должен был сам выбрать, какую анкету. Больше 80 процентов взяли анкету на русском языке. И через 30 лет украинизации, этноцида русского народа на Украине, ситуация не изменилась принципиально. Приблизительно те же 80 процентов. Музыку украинскую никто не слушает. Она примитивная, она дебильная. Где литература украинская великая? Где культура, музыка? То есть, если мы говорим, да, давайте там, хорошо, с экономикой не сложилось, с социальной сферой не сложилось, с политической не сложилось, мы видим колониальное государство, ну так может быть культура получилась? Да нет, ни хрена. Приходится им там запрещать все русское. Язык, культуру, музыку, все, вот тотально, литературу, все приходится им запрещать. Потому что, ну, русская душа, она же, ну, ты же ее не... Она все равно остается русской. Так у меня вопрос. А нахрена тогда всю вот эту конструкцию сохранять? Ради чего? Ради того, чтобы через 10 лет повторить опять вот эту вот всю ситуацию, которая сейчас? Я не вижу смысла. Поэтому для меня, еще раз повторю, для меня победа вот в той войне, которая сейчас там идет, а прежде всего это для России специальная операция, а для Украины это война. Причем война на тотальное уничтожение. Вот я повторяю, что вот если, если вот проект Украина в любой форме, он сохранится, это будет наше поражение. Тогда все вот жертвы, которые сейчас принесены, они будут напрасны. Я согласен. И эта точка зрения, как бы, она не новая в том плане, что очень многие говорят, даже если мы... Вот изначально обозначались цели, еще до 24 февраля, мы защищаем Донбасс, там образуются две республики, и вроде как подписывается какой-то договор, ну, с вероятностью 99,9% того, что проходит несколько лет, и все это повторяется. Если отрезать до Днепра, то же самое, проходит несколько лет и повторяется. Мне очень понравилась ваша вот эта вот, как это назвать-то, метафора, про украинский национализм, который убираешь, и там остается в чистом виде Россия. Здесь, я надеюсь, нас слышат лица, принимающие решения, и тут спорить-то объективно нечем. Вы обратите внимание на то, что как только, да, вот кусок какой-то отрезается от Украины, мгновенно украинство испаряется. Ну, вот Херсон, возьмите. Вот прошло-то буквально несколько месяцев, и украинство, как таковое, там испарилось. Его не стало. И это будет, по сути, на любой территорию, на которую не зайдешь. Украина, проект Украина должен исчезнуть. Единственное, что, опять-таки, я с высоты своих знаний, да, в украинском вопросе могу вам сказать, что если забирать всю территорию, да, исконно русскую, я еще раз подчеркиваю, давайте, слушайте, давайте не будем вот это вот, я человек неофициальный, вы человек неофициальный. Ну, мы можем себе позволить говорить то, что думаем прямо, да, мы не политики, не чиновники. Вот я говорю прямо, вот эта вот вся территория, это исконно русская территория, политая тысячу лет кровью русской. Отдавать ее никому нельзя, но кусок вот этой вот территории на Западе, он не наш, он давно не наш. Более того, я вам скажу, это гнойник. Когда-то двумя людьми были совершены две стратегические ошибки. Александром Первым, когда он за это не забрал Галицию, когда он отдал ее австрийцам, Иосиф Сталин, когда он ее забрал в 1939 году. То есть, либо надо было тогда не отдавать после войны, 1812 года, либо уже не брать в 1939. Потому что вот эти все токсины, которые отравили вот эту вот огромную территорию, свели ее с ума, они пошли из Галиции. Это просто отдельный разговор. Я когда вот эту мысль проговорил, что нам Галицию нельзя брать, нам надо ее, нам надо туда зайти, поприветствовать их так хорошенько, демолитаризировать, денационализировать и выйти. И просто меня забавляла реакция там многих дурачков, которые в принципе не понимают о том, что такое Украина. У них, знаете, вот это... Ура, патриотизм, на мой взгляд, он по большому счету, это какая-то разновидность идиотизма. Вот это тут, а-а-а, саблей вперед. Задача государственной политики это не нахапать как можно больше. А то вот мы кровью полили там вот эту вот Галицию. Так мы кровью полили и всю Восточную Европу. Так и что? И в Париже мы там тоже кровь проливали, и в Берлине. Так что это значит? Что из этого выходит? Мы должны брать то, что наше, что потом нам поперек горла не станет. А Галиция — это специфическая территория со специфическим населением, которое дрессировали не одно столетие уже. И у них русофобия... Это я просто сделаю потом отдельный материал, видео, разберу детальную эту проблему. Но у них русофобия — это уже с молоком матери. Вот у нас там бабайками пугают детей, а в Галиции москалями пугают. То есть это как бы... Это не выкорчевать. Посмотрите, сколько лет была советская власть там, да? Так называемый тоталитарный режим. И что? Что получилось на выходе? Как только вот вся система вот эта рухнула, мы получили то, что получили. И они теперь идут стройными колоннами под нацистскими флагами, с нацистскими речевками. И пропитаны полностью русофобией и ненавистью к России. Хотя советская власть там была не одно десятилетие. И в свое время их и истребляли, и что только с ними не делали. Так извините. Когда мне говорят, что не отдадим ничего, кто поедет туда? Это же надо делать... Вы же понимаете, их надо переделывать точно так же, как их когда-то переделывали из русинов в украинцы, австрийцы. Вы готовы расстреливать в концлагерях над бирателем? Вы готовы? Я хочу дополнить. Дополнить ваше замечание. Новость. Но это не новость. Я видел это видео. Очередные военные жаловались, украинские, которые там задавались в плен, что все руководства у них западной Украины. Вот им всех поставили. Вот этих западников. Вот. Которые там, ну понятно, лютая ненависть ко всему русскому. И при этом это же руководство в первом же, вот как только пошли наши в атаку, то есть тут же отсалютовало и, что называется, вжух и на родину. И скандал большой, когда вот я уже не вспомню номер части, когда часть пишет обращение, опять ничего нету, все бросили, там одна каска на восьмерых. А командир этого полка спокойно себе где-то, то ли в Виннице, то ли еще где-то там, что называется, сидит в засаде, вот все у него хорошо, там достаточно такой серьезный скандал был. Ладно, Андрей, огромное вам спасибо, что кто-то нам выше не вмещает, у меня вот эти вот полчаса поговорить. Андрей, это был Андрей Ваджа, вот. Продолжение следует...